Привет, друзья, и добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мой Zen-Yandex-канал. Это Брахолка, Германия, меня зовут Елена. Вся информация обо мне и как со мной связаться всегда есть здесь, внизу, под видео и в прикрепленных комментариях. Хочу сказать, что Брахолка сегодня очень большая. И я, наверное, не буду много снимать, потому что надо очень быстро передвигаться. Но эти машины, это просто... Здесь можно жить спокойно, да? Как в домах. Вы посмотрите, это какой-то динозавр. Средство защиты и... Нет, извиняюсь, это не средство защиты, это для геолога, да? Кирки, топоры. И меня просили показать вот такие какие-то керосинки. Вот я показываю, какие здесь есть керосинки. Вот такие я только вижу. Или это не керосинки? В общем, что-то похоже на керосинки. А этот человек уже готов. Готов ко всему. Сумочку присматривает. Здесь все начистили. Смотри, какие сапоги начистили. И вот эти вот ведра для угля, да? Тоже начистили. Все в порядке, все красиво. Что это такое? А, это для карточек. Вот, кстати, карточки лежат. Ой, очень интересная штучка, кстати. Да? Ой. В общем-то, что-то немецкое. Стоило 19,80. Симпатичная вещь, да? Миленькая. Так можно на даче или для детского праздника. Ой. Ребеночек, наверное, все это проводит. А, кстати, здесь не... Что-то как-то качество не очень. Смотри, для карточки нет места. То есть вот эти прорези, они как-то не дорезаны. Юген стиль. Очень симпатичное зеркальце. Это что такое? Холщевое. Какая-то варежка. Да? Скорее всего. Ну, непонятно, что это такое. А, нет, это какой-то мешок. Может быть, для булочек. Может быть, для чеснока. Лука. Да? Ну, кстати, колокол с Титаника достали. Ну, продают. Бессовестные люди. Металлические штучки. Ну, что ж ты голову повесил. Формочки. Это все, наверное, настоящее, да? Можно печенюшки какие-то выпекать. Тут всевозможные часы, часыщи и часики. Смотрите, какие вообще убитые, да? Кукушка. Кстати, у меня дома есть в России кукушка. Ну, она нисколько не стоит. По-моему, они и сломные. Я их любила разбирать в детстве. А дедушка их все время чинил. У меня был очень классный дед. Он все нам чинил. От утюгов до часов. Которые я все время разбирала. Мне все время интересно было, что там внутри. Кто там кукует. В конце-то концов. Там оказались две какие-то коробочки красным бархатом оббитые. Вот они и куковали. Ой, смотрите, это кто-то сам вышивал, да, аппликацию делал. Надо же. Так, ну, здесь какие-то вещи такие уже непонятные мне. В общем, все это начало прошлого века, да? Судя по Адлеру, по Ару. То есть, женщина очень красивая. Смотрите, какой портрет. Вот, естественная красота, да? Свежесть, как вот эти вот цветы. Свежа и невинна. Вот такая прелесть здесь в пути. Так, сейчас не вспомню, что это за мануфактура, но очень известная. 30 евро, пожалуйста, один. Это дорого, да? И еще всевозможные. Консолька симпатичная. Вот здесь, наверное, уже серебро, да? Смотрите, кто интересуется украшениями. Серебро, янтарь, кость, монеты. И здесь тоже серебро. Вот филигранная какая интересная брошка, да? Вот тоже такая мелочь, приятная. Серебро. Скорее всего, урановое, да? Серебро. Такие вот пушки. А это, наверное, вот от этого, да? Да. Очень интересный графин. И он, кстати, целый, да? Похоже на то. Интересный. Симпатичный. Тяжелый, кстати. Непонятно, что на этикетке написано. Ну, какой-то фирменный. Но вот, к сожалению, он без либо каких рюмочек. Рюмочки, наверное, должны быть, да? Ой, а это просто страшно в руки брать. Вот, смотрите, это тоже уран, да? Тоненькое стекло. Непостижимо, да? Как вещи эти выживают. Ну, вот он один и выжил, да? Симпатичные щипчики, кстати. Хельмейская роза. Хельмидейская роза, господи. Выговорить. Не знаю, что за металл, ничего не написано. И вот такие вот маленькие штучки для сладостей, для конфеточек. Ой, маски такие. Индийский хиний. Йегер. Почему-то я не удивилась. Часы, кстати, смотрите, со знаками зодиака. И электрик. Птичка интересненькая. Очень даже старинная птичка. Она вешается вот так вот. Базочка. Или на батарею вешается, не знаю. Так, это что такое? Кстати, это хрусталь. Очень даже интересно. Кто-то едет на собаках. Ну, это камень какой-то. Интересно. Это тоже на батарею вешается. Лазочка уже битая, кстати. Посмотрите. Ой, я подумала, это прилеплено. А это прилеплено, кстати. Вот они в садике висят. Подвесили их тоже. Очень интересная ситечка. Но оно должно быть с блюдечком, по идее. Такие фигуры, друзья, ставятся в сад. В сады. Все в сад, все в сады. Посмотрите, кого здесь только нет. И гуси, и ослики. Какие-то мультяшные, да? Собаки. Ой, вот это полицейский даже есть. Смотрите, шериф. Интересные. Дедушки, бабушки, животные. Ой. Это ж надо все это вытаскивать. Каждую барахолку, да? Выставлять. Гномы – самые популярные здесь вещи в Германии. Ну, их, кстати, воруют. Тоже хорошо из садов. Здесь, кстати, как вестерн, да? Такие контейнера стоят. Это блины французские, но они очень толстые. Не люблю. Ну, можно, конечно, если очень захотеть, то можно купить палатамица. Я не умею блины печь. Вот, хоть ты тресни или жарить, как правильно говорить. Блины печь или жарить. Здесь инструменты. Нет, это, наверное, детали. Все по евро. Вот, все по евро. Кому что надо, друзья, могу купить и отправить. В общем, все по евро. Вот это все. Заверните. Вот уже инструменты. Но я уже не буду, конечно, подходить, да, и все это рассматривать, показывать. Многим это неинтересно, я знаю. Кстати, вот такие шлемы могут стоить очень больших денег, ГДРовские. Я вам точно говорю. Смотрите, какое украшение. Ну, это тоже, наверное, свадебное, да? Вот такие вот, наверное, тоже в волосы втыкаются. Такое украшение. Что это за цветение яблок? Яблоко или вишня, да? И ободочек. Вообще, очень интересный столик. Такие мелочевки интересные. Открывашки. Спасибо, да? Это орехокол такой. Это, я так поняла, что это какая-то либо шкатулка, либо это от пудрницы, да? Интересная вещь. Ложечки Англия Хрум. Сумочки. Всегда интересно рассматривать, да? Соня! Такие сумочки. Гобелин. И вот такая мне очень понравилась. Вы посмотрите, какое чудо. Это Фюстенберг, но это, я думаю, 90-е годы, 80-е. Какая прелесть. Смотрите. Надо спросить, сколько это стоит. Ножки, мама дорогая. Это просто чудо какое-то. Вот такая рамочка. Ага. Я их обрештанно делала. Су-су-су-с. Рамочка, мне сказали, да. А это, наверное, флакончик. Это, наверное, стекло. С какой-то стороны. Ну, очень симпатично. Надо сфотографировать, кстати. Для одной женщины она собирает. Такая тетя губастенькая. Такая вещь, это, наверное, должно быть здесь стекло. Стекло? Нет, видимо, утеряно. Очень старинная шкатулка. Это юген стиль. Посмотрите, 38 евро. Ганс alte. Чудо. И яички даже. Юген стиль. Давор, но. Ай-яй, как ты что. Историзмус. Историзмус, окей. В общем, эпоха историзмуса. Влэйх, сухарно. Абайдамайя? Канзайн, да? Спэт. А, окей. Абайдамайя, кандайя. Бидамайя, кандайя, кандайя. Спэт бидамайя, кандайя. Аксо, я-я-я. Какая-то вилка. Интересно, для чего? Фива здесь габель? В Ингланде. Флэйш. Флэйш. А, флэйш? Флэйш. Флэйш или аутшнэк. Окей. Это, в общем, для мяса. Английское. Крамотовые ложечки. Ой, как я люблю такие вещички рассматривать. Ой, а это что с колечком? Зачем тут колечко, скажите мне? Так, тоже надо спросить. Для чего? Что-то вставлять? Для вас? Тишка. А, для тишка. А, я-я-я-я. Для гостей, да? Да-я-я. 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 Все, хорошо. В общем, так, вот здесь вот этот разрез вставляется карточка для гостей на стол ставится. Очень оригинальная вещь. Есть, ну, на этом столе, ну, письменные принадлежности. Вот такие. Вот эти, кстати, фигурки стоят очень дорого, 60 евро. Она сказала, это что-то особенное и очень хорошо выполнено. Ручная работа. Симпатичные очень шкатулочки. Ой, ну, столик, конечно, замечательный. Ой, какая тарелка интересная. Ну, это очень, хочу сказать, древняя. Ой, забыла, как эта мануфактура называется, но это немецкая мануфактура. Подпишу. Вот это вазочка. Здесь отверстие для цветочков. Что там в тесте стоит, непонятное. Ой, как я люблю такие столики. Здесь мелочевочка симпатичная. Вот такой набор я уже видела в Мюнхене. Ну, это винтаж, да, наверное, скорее всего. Сумочка. Такая вот чашечка интересная тоже. Ой, похоже на кайзер вот этот мотив в корзиночке, но не уверена. Ох, вот это вот. Была когда-то вещь, да, теперь это просто эллиминал ваза. А, кстати, нет. Ну, что-то такое оттуда. В общем, крышка потерялась, ребята. Жалко. Такого размера я еще ни разу не видела. Вот это чудо, конечно. Вот это качество обалденное. Может быть, даже лалик. Лалик? Нет? Нет лалик. Нет. Ну, 30-е годы. О, это очень красиво. А вот это чехословская кайя? Это каплант. Что это каплант? Каплант? Класс-мануфактура. Каплант. А, да, бюмеш. Бюмеш. Окей. Ну, это чехословская кайя. А, да, да. Нет, это очень редкая фарма. Вы видели очень редкую фару? Да, это очень редкая фарма. Да, это очень редкая фарма. Воскресенье, да? В 20 лет. Да. Очень хорошая фарма. Да. Такой мавр. В общем, я заболтала эту женщину. Все спрашиваю, это что, это что. Она так интересно рассказывает. Кстати, очень заинтересованная. Мне нравятся такие люди. Ой, вот это вот, друзья. Если вы увидите такой набор, это очень качественный набор. Очень дорогой у нас в Германии. И вот эти вещи у нас на ebay, на аукционах. Очень дорого можно продать. Так что имейте ввиду. Поставочка. Под кофейник, под заварник. Или под что-то другое. Тоже какая-то филигранка интересная. Видела интересную вазочку. Смотрите. И там внизу стоит какая-то как лилия. Я не знаю, что это такое. Может быть, это лилик. И вот эта вещь. Мне очень нравится. Это серебро. И это Англия. Под стаканами, мне сказали. Сюда стаканы вставляются. Вот сюда. Или что-то, может быть, какие-то специи можно поставить. Она не знает. К сожалению, она так получила. Там есть клейма все внизу стоят. Очень тоже вещь качественная. Очень хорошо. Смотрите, как исполнена. Очень тонкая работа. Вот такой набор. И, кстати, в хорошем состоянии. Знаете, сколько стоит? Никому не надо. По-моему, это пионы называется, да? Зеленые. Она зеленая. Прелесть. За 8 евро отдают. Вот так вот. В общем, здесь вот такие цены по 5 евро, по 6 евро. Не знаю, за тарелку или нет, или за все. Скорее всего, за все, да? Такие кольца смешные, пластиковые. В общем, такой вот ассортимент. 12 евро, пожалуйста, цена. А здесь вот в такой индивидуальной упаковке. Так отодвинуть. Вот такие трио. Прекрасные. И не очень. Байройтер. Кстати, можно посмотреть. Еще что-то здесь есть интересного. Не вижу пока. Ваймер, кстати, зелененькая, симпатичная. Вот эта тоже ничего так... Ох, вот эта тоже интересная. Блин, как это смотреть? Вот этот Валендорф очень известная форма и декор. Друзья, смотрите, нашла вот такой вот флакончик. Это для нюхательного табака. Мужчина, он нюхает табак. Моя бабушка тоже нюхала табак, и я попросила его тоже попробовать понюхать и такой вкус это или нет. Итак, турсья, барабанная дробь. Это какая-то штука такая с мятой. Ох, она пробирает. Ох, так сейчас я буду плакать. Ой. В общем, вот такая штучка. Это очень известная мандуха Арктура. И это для нюхательного табака. Я, конечно же, эту штуку возьму. Совсем другой табак, чем был у моей бабушки. В общем, такая штука стоит 10 евро, друзья. И это собирают люди. Он говорит, что маленькая китайская у него в машине 70 евро. Это коллекционные вещи. Ой, у меня слезы текут. Он нанюхал из табака, друзья. Все. Можно идти ложиться и кайфовать. Тоже интересно. Вот смотрите, 18 евро такая штучка. У него прям сокровище. Да? Очень интересное. 25 евро. Ну, такую штучку я хочу. Себе лично. Не знаю, для чего купить. Ой. Друзья, так. Сейчас меня надо вызывать мужа, чтобы меня нес. Ой, слушай, меня торкнуло. Друзья, в общем, нанюхал из табака. Это действительно улетная вещь. Я не помню, у бабушки был табак ядреный или нет. Я там тоже что-то пробовала тайком. Но у меня сейчас птички в головах. В головах. Да, у меня уже две головы. Несколько голов уже. И они поют. Головы и птички поют. В общем, ой. Кто скажет, что это такое? Для чего это такая подставка? Вот, я даже не знаю. Тяжелая, металлическая, окрашенная. Не знаю, для чего. Ну, какой-то столик детский, да? Для чернил. Видимо, и школьная. В общем, здесь такие очень интересные вещи. Ржавые. Стулья и интересные вещички. Смотрите. Птички. Очень тяжелые. Я уже пыталась поднять. Но они уже какие-то расшатанные. Видимо, неядно. Может быть, это для книг или... Ну, это для кабинета, конечно. Для какого-то украшения. Для камина, для письменного стола. Ой, какие птицы. Вы посмотрите. Бревесник, да? Такие вещи здесь тоже есть. Типа а-ля, да? Она хотела быть Гуччи, эта сумка. Но что-то пошло не так. А это, видимо, страусом хотела быть. Ну, это еще как бы не плагиат совсем, да? Но, друзья, я вот никогда плагиат не покупала. И мне даже как-то не интересно. Потому что, ну, купишь ты эту плагиатную сумку Гуччи, да? И будешь носить... Ну, знаете, чувство, что это плагиат у тебя. Себя-то не обманешь. Посмотрите, что я нашла. Вот такую троечку от Райхенбах бордовую. Набор это Тишин Роид тройки и что-то еще там есть. Но самое интересное... Посмотрите на это. Это Альберт. Серия посуд называется Тиффани. Там указано. И есть и молочник вот такой симпатичный. И вот такая вот сахарница. Никаких кофейников я не вижу. Возможно, можно докупить где-то на просторах интернета. Я не знаю, сколько он может стоить. Очень дорогие эти вещи. Я ищу один кофейник к чашкам. И они стоят по 300 евро. Кофейник только один. Я вернулась за этим сервизом. За английским. А это я не видела. Посмотрите, Райхенбах. Лежит. Как я его не заметила сразу. И вот еще такая штучка есть. Но она без клема. Ну и что, да? Такая маленькая есть. Тоже сюда. В общем, я это все беру, да? Спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание. За вашу обратную связь. Всех крепко-крепко обнимаю. За всех нас, друзья, молюсь. Ваша Лена. До новых встреч. Пойду еще, конечно, пройдусь. Если что интересное найду, вам обязательно покажу.